Добрый день! Я преподаватель кафедры технологии и стандартизации Казахского университета технологии и бизнеса Лаура Жмашко-Запайрон и представляю вашему вниманию лекцию по дисциплине «Микробиология, санитария и гиена в пищевом производстве». Лекция номер 3. «Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы». План лекции. «Физические, химические и биологические факторы». Изменение условий внешней среды оказывает воздействие на жизнедеятельность микроорганизмов. Все факторы внешней среды, оказывающие влияние на микроорганизмы, делятся на три группы. Это физические, это у нас температура, влажность, астматическое давление, различные формы лучшей энергии, ультразвук, механическое воздействие. Химические факторы. Это у нас химический состав питательной среды, реакция питательной среды, окислительно-восстановительный потенциал и влияние антисептических веществ. И биологические факторы. Это взаимоотношение микроорганизмов с другими организмами. Первый – это у нас физические факторы. Температура внешней среды является мощным фактором воздействия на организмы, который определяет не только интенсивность их развития, но и вообще возможность развития. Принято различать три основные температурные точки, имеющие значение для развития микробов. Это у нас оптимум, минимум и максимум. Температурный оптимум – это температура, при которой данный вид микроорганизмов наиболее хорошо развивается, то есть температура, соответствующая физиологическим требованиям соответствующего микроорганизма. При температурном минимуме или максимуме развития микроорганизмов еще возможно, но уже ограничено. При температуре выше максимума микроорганизмы обычно у нас погибают. При температуре ниже минимума они переходят в состояние анабиоза. А при повышении температуры могут возвращаться к активной жизни. По отношению к температурному фактору микроорганизмы делятся на три группы. Это у нас психрофилы, мезофилы и термофилы. Такое деление производят на основе оптимальной температуры развития. Психрофилы – это у нас микроорганизмы, хорошо растущие при низких температурах, с минимум при 10, оптимум при 10-15 градусах Цельсия. А мезофилы – это микроорганизмы, для которых оптимум роста наблюдается при 25-35. Минимум – это при 5 и 10 градусах Цельсия. Максимум – это 50-30 градусов Цельсия. Термофилы – это микроорганизмы, хорошо растущие при относительно высоких температурах, с оптимум роста при 50-65 градусах Цельсия. Максимум – при температуре более 70 градусов Цельсия. В пищевом промышленности применяют два способа воздействия высоких температур. Это у нас пастеризация и стерилизация. Пастеризация – это нагревание продукта чаще при температуре с 63 и до 80 градусов Цельсия в течение 20-40 минут. Иногда пастеризацию проводят кратковременно в течение нескольких секунд, то есть при температуре 90 и 100. При пастеризации погибают не все микроорганизмы. Некоторые термоустойчивые бактерии и споры грибов остаются жизнеспособными. Поэтому пастеризованные продукты следует немедленно охлаждать до температуры не выше 10 градусов Цельсия и хранить на холоде, чтобы задержать прорастание, спор и развитие сохранившихся клеток. Стерилизация – это температура 112-120 градусов Цельсия в течение 20 минут и час. Значит, в специальных приборах – это у нас автоклавы или же в сушильных шкафах в течение часа или два часа. Следующие – это у нас химические факторы. Химическим фактором, влияющим на жизнедеятельность микробов, относят химический состав питательной среды, реакцию среды, окислительно-восстановительный потенциал среды и действия ядовитых веществ. Состав питательной среды является основным показателем микроорганизмов. Он определяет ее питательную ценность, реакцию и окислительно-восстановительный потенциал. В зависимости от отношения микроорганизмов кислотности среды, их разделяют на ацидофилы, метрофилы, алкалофилы. Реакция питательной среды является основным показателем микроорганизмов, то есть играет роль фактора, определяющего границы существования живой материи. Кислотность среды воздействует на ионное состояние, а поэтому на доступность для организма многих химических веществ. У кислотолюбивые микроорганизмы, это у нас ацидофилы, растущие при очень низком значении pH, встречаются редко. В основном к ним относятся уксусно-кислые, молочно-кислые, некоторые дрожжи. Многие микроорганизмы, развиваясь в питательной среде, выделяют продукты обмена, изменяющие реакцию субстрата. Это является одним из факторов, обуславливающих антагонизм между различными группами микроорганизмов. Окислительно-восстановительный потенциал служит количественной мерой способности некоторых соединений или элементов отдавать электроны. Этот отчитывается относительно потенциала молекулярного водорода. Окислительно-восстановительные условия питательной среды выражаются величиной окислительно-восстановительного потенциала, который принято обозначать EH. Как здесь видите. По отношению к окислительно-восстановительным условиям среды микроорганизмов разделяются на 4 основные группы. Это у нас облигатные аэробы, облигатные и факультативные аэробы, или же микроаэрофилы. Следующие это у нас биологические факторы. Перед тем, а еще у нас есть антисептические вещества. Некоторые химические вещества способны оказывать на микроорганизмы губительные действия. Химические вещества, обладающие бактерицидными действиями, называются у нас антисептиками. К ним относятся дезинфицирующие средства, используемые в медицине, на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. Некоторые антисептики применяются в качестве пищевых добавок при изготовлении салатов или же других продуктов. Следующие это у нас биологические факторы. Биологические факторы, то есть под биологическими факторами, понимают влияние на жизнедеятельность микроорганизмов других видов и групп микробов. Ну микроорганизмов, да. А также животных и растений, составляющих в природных условиях специфический биоциноз. В процессе эволюции возникли и сформировались различные типы взаимоотношений между микроорганизмами. В связи с этим различают несколько типов взаимоотношений. То есть симбиоза между организмами. Это мутуализм, синергизм, комменциализм, партизизм, метабиоз и антагонизм. То есть симбиоз, это у нас взаимовыгодное отношение. Метабиоз, это у нас жизнедеятельность одного за счет другого без принесения вреда. Паратизм, это у нас паразитизм, это у нас жизнедеятельность одного за счет другого с причинением ему вреда. Да. Это все патогенные микроорганизмы по отношению к человеку, животному и растениям. Абсолютными паразитами являются репетиции и вирусы, развивающиеся внутри клеток макро- и микроорганизмов. Антагонизм, один из видов микроорганизмов, угнетает развитие другого, что может привести к гибели микроорганизмов. Причин антагонизма может быть несколько. Это истощение питательного субстрата вследствие боли быстрого развития одного из микроорганизмов, изменение pH среды, выделение среды микробами-антагонистами антибиотиков. Ну вот, здесь антибиотики продуцируются в основном грибами, реже бактериями. Они оказывают свое специфическое действие на определенные виды бактерий или грибов. То есть это фунгицидные действия. Антибиотики применяются в медицине, в животном водстве, в качестве кормовой добавки, в пищевой промышленности для консервирования пищевых продуктов. Спасибо за внимание.